Обваленный потолок, прогнивающий пол и трещины в стенах. В таких условиях жители двухэтажки в старом центре Харькова вынуждены находиться уже около десятка лет. Удобство и колонка с ледяной водой на улице. Провести коммуникации в здании специалисты отказываются. Из-за его ветхости жалуются люди. В начале марта, рассказывают, ситуация ухудшилась. Из-за плохого состояния труб и вентиляционных каналов им отключили газ. Поэтому вторую неделю у харьковчан проблемы с приготовлением пищи. Кроме того, температура в помещениях ненамного выше, чем на улице. Без газа нет и отопления. «Утром просыпаешься, с пододеяла вылезти. Совсем другая среда. Элементарно даже умыться. Тоже вода ледяная, потому что электричеством её не нагреешь. Приспособлений нет, ни болера, ничего. И вообще, ну как, в доме уже, если поначалу более-менее, сейчас уже сырость, он же не протапливается». «Мы находимся сейчас в очень тяжёлом положении. Мы уже 11 день без отопления и без приготовления горячей пищи. Это очень сказывается на наше здоровье, всех жителей этого дома». Изначально в доме проживало пять семей, говорят харьковчане. Часть уехали к родственникам и друзьям из-за ужасных условий. Сейчас здесь остались те, кому переезжать просто некуда. Ещё 25 лет назад в районной администрации харьковчане получили справку о том, что дом ветхий. Износ конструкций составляет 73 процента. И капитальному ремонту здание не подлежит. Неоднократно обращались к чиновникам, чтобы те дополнительно обследовали дом и решили их проблему с жильём. Но получали только обещания. Поэтому харьковчане пошли в суд». В феврале этого года Червонозаводский суд Харькова признал бездеятельность чиновников и удовлетворил иск жильцов дома по улице Грековской, 74. Кроме того, обязал департамент жилищного хозяйства горсовета сделать дополнительное обследование дома. Люди говорят, в этом здании жить боятся и утверждают, что квартиры для проживания давно непригодны. Поэтому просят чиновников предоставить им другое жильё. В свою очередь, в мэрии подчёркивают, что дом действительно ветхий, но он не в аварийном состоянии. Более того, внесён в план по проведению капитального ремонта. «К сожалению, позицию, которую заняли отдельные жители в этом доме, она заключается в том, что мы должны предоставить им сначала жильё, они хотят отселиться из этого дома. Хотя по заключению наших соответствующих проектных организаций, эти работы можно выполнять без соответствующего оселения жителей, нужно только предоставить доступ, соответствующий для производства работы. Была ситуация по этому дому и в судебном порядке, она рассматривалась, но, насколько я знаю, сейчас подана соответствующая апелляция». Однако люди уверены, что ремонтные работы проводить в здании уже нельзя, ведь оно может обвалиться в любую минуту. Переживают, что вовсе останутся без крыши над головой и намерены добиваться более тщательного обследования дома, которому больше сотни лет, а также переселения в другие квартиры. Лариса Говина, Олег Мартынюк, Агентство телевидения Новости.